А вот и я, друзья мои. Всем привет-привет! Эй, Ляндик, Гутлоу-бук. Хочу подарить вам солнечко, которого не хватает многих. Ой, мороз, мороз! Ты всё можешь, поверь! Вы всё можете, всё можете, абсолютно все. Почему? Потому что, если следовать матрице, каждый человек осуществляет свои мечты. Да, вы скажете, Светлана в очередной раз ерунду какую-то говорит. Нет, это не ерунда. Это настоящая реаль. Это реаль, друзья мои, как раньше я не знала этой истины. И вот 45 лет жила где, как, с кем. Непонятно, каким образом. Я мечтала изменить свою жизнь. И для этого ничего не делала. Хотя я была таким позитивным человеком, да. Но я всех восстанавливала. Я дарила себя всему миру. Но не думала о себе. Вот в чём была огромная ошибка. Боже, как хорошо, я пойду посижу. Мне вот тут прям кайфую, кайфую. Друзья мои, сегодня у меня такое замечательное утро. Сегодня мы очень много с вами разговариваем. Что делать надо иногда и поговорить, вас смотивировать. Ведь вы меня и любите за это, да. Галатасаларай площадь. Посижу с вами и поговорю. Так вот, мои дорогие, продолжим давайте. Продолжим мы о чём? То, что нужно прежде всего думать о себе. Когда вы будете думать только о своих целях, то, поверьте, когда они исполнятся, вы позаботитесь о своих близких, родных, друзьях. Кому плохо, кому хорошо. Хорошо, в первую очередь, нужно полюбить себя. Вот хочется, делайте. Не хочется, делайте. Но не стойте на месте. Если вы остановитесь в своём развитии, да, вот есть у вас какая-то работа по найму. Ходите вы с утра, возвращаетесь вечером после работы. Кто-то едет 2-3 часа из-за пробок, ну, если живёт в мегаполисе. Кто-то возвращается, дома дети, муж, накормить, постирать, погладить, приготовить, сделать уроки. И для вас не остаётся совсем времени. Потом зайдёте вы перед сном в YouTube, посмотрите мой канал, ещё что, чей-то канал, видео, промотивируйтесь. Ну, и вы этого, отличие от моего, мой-то посмотрите, помотивируйтесь. Не слушайте никакие сплетни. Кто-то кому сказал, что сделал. Берите, смотрите тех людей, видео которых позитивы имеют, излучают позитив, энергию, чему-то вас учат. Понимаете? Не надо каждый день смотреть всех подряд. У вас должен быть минимальный обзор. Если у вас есть любимые блогеры, такие, как я, можете посмотреть моё видео. И то я выпускаю их не так часто, чтобы вы не откликались на меня. Два-три раза в неделю, если я выпущу. Почему? Потому что я хочу, чтобы вы не смотрели других часами, не тратили своё драгоценное время, а включили бы какое-нибудь обучающее видео. Понимаете? Есть очень много. Вадима Зеланда. Послушали бы аудиокнигу Брайан Трейси. Роберта Киосаки послушали, если у вас нет времени читать книги на кухне, наушник в уши и читайте. И вы сделаете первый шаг к вашему успеху. После этого вы захотите что-то делать, какие-то курсы приобрести. Изучайте то, что происходит вокруг. Курсы какие? По крипте, по этим инновациям, искусственный интеллект. Я, кстати, очень сейчас загорелась этими курсами. Обязательно хочу приобрести, ищу автора классных курсов. И ещё что хочу, девочки, мальчики мои. Просто прямо жажда к знаниям таким. То, что я выучила, прошла курс крипты, это очень помогло в моём развитии, для моей команды. А я хочу сейчас изучить искусственный интеллект, потому что это тоже будет одним из моего дохода на платформе ГИГОЭС. И двигайтесь вперёд, мои дорогие. Не стойте на месте, чтобы ваш мозг развивался и тому подобное. Сейчас сижу на солнце, да, записываю видео, а сама смотрю в камеру, ну, зеркало. И я себе нравлюсь. Потому что я делаю каждый день гимнастику. Сколько времени прошло? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь? Четвёртый или пятый? Я это понимаю, что через год у меня будет ещё лучше. У меня уже бурили здесь, как-то подтянулись. Ну, неважно, друзья мои, кто видит, кто не видит. Носогубная складка у меня, то есть у меня становился птоз. Птоз – это опущение ваших всех частей лица, щёк, уголков губ. И от птоза, когда всё лицо начинает падать, удлиняется верхняя, нижняя губа опускается, увеличивается расстояние и тому подобное. Глазки становятся меньше, потому что... В общем, друзья, столько всего происходит от птоза. Всем добрый вечер, друзья. Как хорошо, что я послушала свою душу и пошла на набережную с утра. Почему? Потому что у меня столько открылось потенциала, энергии что-то делать, что-то... Что я делала сегодня? Приготовила очень вкусный ужин, который уже закончился. Нет, ещё есть на завтра. Но мы в основном съели сегодня его. И булгур у меня был, и вот нут с картошечкой вкусно. Всё так было вкусно. И я решила, вот приготовить такую слабость. Сладость, потому что та уже заканчивается с фиников. Вот. Орешки, какао. Этот шоколад уже растворила здесь, чтобы он не тёк так. Ну, посмотрим, как получится. Сейчас в морозилку отправлю всё. Доброго времени суток. Я решила с вами здороваться так, потому что у вас, у каждого своё время суток, да? Как вы следите за мной, если вы следите за мной, то вы видите, что я не кушаю хлеб и соблюдаю, ну, почти стараюсь соблюдать, знаете, что? Правильное питание. И вот я сегодня думаю, что же мне такое приготовить из лепёшек. Хлеб из чечевицы, у меня уже он лежит. Ну, иногда я его кушаю, иногда не кушаю, когда хочется, да? И вот я приготовила из геркулеса и рисовой муки вот такие вот лепёшки. Сейчас хочу посмотреть, потому что они горячие. И добавила туда разрыхлитель, яйцо, водичка размешала, соль. И вот сейчас вот сырочек сюда, смотрите, как пропеклось. Нормально. Геркулес и рисовая мука. Вот, пожалуйста, хлебцы на завтрак. Ну, не могла просто не поделиться с вами. Посмотрите, какие у меня красивые бутербродики получились. Сыр. Сыр вот такой беру. Плавленный, вот. Имеет значение, тазы. Вот. Так, авокадо. Авокадо, видите, зелёненькое. Это авокадо. Ну, яйцо. Посмотрите, какой завтрак с чайком. Да, только сейчас я завтракаю. После моей гимнастики для лица, после йоги, после... Ашкему приготовила завтрак. Он позавтракал. Я занялась своими делами. Ну, как всегда, хозяйка, да. Сейчас позавтракаю и пойду работать. Так, друзья мои, приятного аппетита. Очень вкусные, очень вкусные. Всё импровизирую на глазах. Мой муж приятно удивлён мной. Как вы знаете, у нас есть два попугайчика. Ну, вот это шикер. Она такая озорная девчонка. Она что-то вечно хочет сбросить. Вот даже вот у неё и есть кормушка с яйцом. Сейчас она что-то пытается там набордачить. А это принцесса смотрит на неё. Видите, какая у нас птичка. Грызёт что-то. Что-то бардачит. Качельки всегда сваливает. Видите? Вот такая вот у нас птичка. Шикер. Друзья мои, всем привет. Это на масле пожаренные, а это полезные пирожки с картофелью. Только что я вытащила из духовки. Ну, может, только принёс мне муки. Муки. Очень вкусно мы пьём с шалганом. А эти беляши у меня с куриным фаршем. Вчера я делала котлетки. Это у меня из тыквы блин. Не доела. Ну, нормально, а ты на что? По-то-то если. Друзья мои, решили с Ашкевом выйти. Ашкев, почему ты вешаешь сюда эти куртки? Юзель, ты где долопёк? Короче, не люблю, но вот. Вышли с Ашкевом погулять мы. Всем привет, мои дорогие. Погода у нас такая, а то переменная облачность. Но воскресенье. Позавтракали, пообедали, поужинали. Решили выйти погулять. Я говорю, давай пойдём. Дождь, у нас капюшоны есть, если что. Ой, Господи. И выйдем немножко погулять. Мозги проветрить. Я вообще такая домоседка стала. Мои дорогие, в обучении, в очередном обучении. Не могу стоять на месте. Особенно вот это время использовать. Не надо никуда идти. Стараюсь что-то выучить, подучить. Пошли мы на набережную. Туда и обратно. Не успели мы выйти, как моего мужа сразу. Помощи попросили там что-то сделать. Хотя сегодня выходной. И я решила воспользоваться случаем, показать, какие у нас лимончики растут во дворе. И когда я была на встрече с моими бизнес-партнёрами, они рассказывали, вот это Света, блогер из Мерсина. У неё там в Мерсине растут деревья с лимонами. Прямо, говорит, везде. И для нас это естественно, а для многих это очень интересно, да, диковинка. Вот. И там тоже растут эти... Кстати, надо посрывать. Но несмотря на то, что вот у нас в сито растут, мы покупаем, например, лимоны всегда. На базаре вы сами видите. Хотя думаю, почему бы и не сорвать тоже. Мой муж же сидит как начальник, да. На таких ножках стоит наш дом. На таких ножках. Вот тут надо, если бы заполнили чем-то, было бы более надёжнее. Вот как раз там две мои комнаты. Вот, мои дорогие. Вот такое вот у нас сито. Сейчас, надеюсь, пойдём прогуляемся чуть-чуть. В парке много людей тоже. Надо погулять. Мозги, чтобы проветрились. Так не хочется выходить из дома, но надо всё-таки поехать. А вы знаете, мой свёкор... Старшая заловка... А вот мой муж там закрывает ворота. Мой свёкор с старшей заловкой едут в Мекку. На 20 дней с чем-то будут молиться, ходить вокруг. Вы знаете, это священное место. Именно их кто-то пригласил бесплатно. Вот. А свекровь, я её сказала, говорю, давай, приходи ко мне. Но, к сожалению, ей нужна печка. Она привыкла к такому теплу, к отоплению. У нас отопления нет, и она мёрзнет. Мёрзнет где? Знаете, при кондиционере. Ей не хватает, хотя так жарко кажется. Поэтому она, сказал, едет к своей внучке. И будет у неё жить. Хотя я очень настаивала. Давайте, приезжайте, говорю, ко мне. Я вас посмотрю, накормлю, поухаживаю. Она говорит, нет, нет, спасибо. Я пойду к моей внучке. Вот. И Баджим обещал. Он всегда... Он второй раз сейчас ездит, да, в это путешествие. Такой счастливый. Ну, надо ему перезагрузку сделать. Он так хорошо ухаживает за своей женой. Столько внимания ей уделяет. Вообще он, ну, не знаю. Вот почему, мои дорогие женщины, ищите себе вторых половинок. То есть, если будет вариант, не то, что там прям в поисках, идите и ищите. А оно к вам придёт, ваша вторая половинка. Недавно я вчера увидела мою одну знакомую, блогершу. Она была такая скептик. И вы представляете, у неё появилась вторая половинка. Я так счастлива за неё. Так что, Мариночка, если вы смотрите, желаю вам счастья. Правильно, сделали. Вторая половина нам нужна для того, чтобы... Ну, мы чувствуем себя нужной. И не страшно стареть. И старость-то не придёт, когда вторая половинка будет. Не так ли? Побежали мы на набережную. И не так ли? И не так ли?